Подруги, доброе утро! У нас сегодня быстрое-быстрое утро. Мы собираемся очень быстро. Котеночек у меня завтракает, и мы побежим в ванну себя намывать и собирать, поскольку сегодня мы едем к доктору. У нас, наконец-то, прививки в год. Надеюсь, ребенок хорошо перенесет. К нам через буквально 40 минут приедет моя сестра, которая отвезет нас к доктору, поэтому мы должны сегодня все делать очень быстро. Продолжение следует... Ребенок одет. Сестра моя приехала. Это Влада. Сегодня ты тоже будешь... Или Маша, открой нам, Влада Маша, я понял. Короче, странная женщина с двумя именами. Хлоу! Котенок, готов? Готов, я понял. Так, у нас есть стул, и нам его надо установить в машину. Хух! Первый раз буду устанавливать этот стул сама. Надеюсь, у меня все получится. Так, все, мы собрались, оделись. Котенчик готов, да? Бубочка моя, ты готов? Где-то твоя Прадуся? Прадусь, как обычно. Ой, ты господи. Так, все, мы погнали. Выпис, Горд, так. Держи. Отдаю. Так, тебя сажаю. Давай, надо снимать или что? Ну, если ты снимаешь, то не надо, спрашивать снимать или нет. Сорян, вырежете это за шагом. Эти аматерые, непрофессиональные влогеры, я не могу. Сорян. Ну, едем, котенок. Ага, едем, да, с котенком. Взяла котика с собой. Что-то он как-то сильную нежность к нему питает. Поэтому я решила вдруг расстроиться взять с собой кота. Так, приехали. Здесь вот это комплекс поликлиник. Тут все так зелененько и классно. В Риге, в принципе, постоянное ощущение, что ты в какой-то вечной деревне. Особенно, если ты только откуда-то приехал. Потому что здесь все так зелененько и приятненько. Так, все. Вот наша поликлиника. Так, мы идем сразу к нашему... К нашему доктору. Отличный кабинет. Сегодня, кстати, вторник. Это день здоровых детей. Но видно, что очевидно, из-за коронавируса людей исключительно мало, а точнее их нет вообще. Так, здесь без приглашения в кабинет не заходить. То есть после каждого пациента дезинфекция, очистка кабинета. И, в общем, все очень чистенько. В общем, у нас доктор очень-очень крутая. Мне девчонки все пишут и вечно к ней записываются. Я надеюсь, что я сейчас по башке не получу от нее. За то, что от меня поток мамочек. Сейчас у нас будет осмотр доктора. Мы немного рано приехали. И потом нас отправят, если, конечно, все в порядке, на прививки. Я думаю, там тоже все будет быстро. И мы погоним домой, потому что нам будет 12 спать. Но думаю, что сегодня мы ляжем где-то, наверное, пол первого. Вообще к моему доктору не попасть. Я помню, когда я сама искала педиатра, мне было все равно. Я была готова сама приехать в поликлинику. То есть обычно первый визит доктор к тебе приезжает. И я у своей подруги попросила номер телефона. И она по ошибке дала мне личный номер своего доктора. У нее самой трое детей. Она у доктора, в общем, уже много-много лет. И я позвонила доктору. Она, конечно же, будучи такой очень вежливой и приятной женщиной, она меня приняла. Но потом моя подруга получила сильную по башке. И я знала с того момента, что я никому не могу давать ее личный номер, естественно. И всегда даю номер ее помощнице. Сейчас Машка мне рассказала историю про подругу, которая родила малыша. Она, видно, мне в инстаграме написала. Я просто не знала, что это она. И я ей посоветовала доктора. Так она еле-еле... Даже мы не поняли, она записалась, к ней не записалась. В общем, у нее запись полная. К ней практически невозможно попасть. Прямо, в общем, она не видела, наверное, с ноября. Пока мы в Риге, мы у нее, естественно, наблюдаемся. А потом уже в Санкт-Петербурге. И вот Рэма она не видела с ноября. Мне очень интересно, какую оценку она даст. И вообще интересно посмотреть, что нам в год, какие анализы и каких врачей нам здесь нужно сейчас пройти с мелким. Поскольку в Санкт-Петербурге нужно пройти всех врачей на свете. Хочу, хочу, хочу. Ты куда погнал? Ты куда погнал, Рэми? Только что прошла, доктор, она прям в маске, в маске. Мы все равно, да? Да. А, супер. Ладно, Машель, давай. Мы пошли. Так, ну все, сделали ребенку прививку. Все, поплакала ровно секунду. Мы только-только вышли, одели майку. В ручку делали нам сейчас прививку. Так, котенок, следующее у нас по графику в августе. Все хорошо? На, попей водички. Да. Ну все, все хорошо. Да, с девочкой тут познакомился. Так что, в принципе, поэтка не зря прошла. Котенка все нормально, пошел. Быстро зашли в аптеку, купили ему витамин D. Сейчас даю ему вот такой вот латвийский здесь на месте. Он у нас тысяча единиц. Просто одну капельку даю, что все очень удобно, кстати, штука. На масляной основе доктор сказала, что естественный витамин D нужно продолжать давать и после года, ежедневно, постоянно. Так что мы витамин D продолжаем. Что у нас по показателям? Значит, сейчас он весит у меня 10 килограмм 820 грамм. Рост у нас 82. И все, в принципе, у нас все в норме. Голова у него 46 сантиметров. Грудная клетка 48. И, в общем, здоровый как бык. У доктора никаких замечаний не было. И, как я уже говорила, мы записались на 25 августа, когда у нас будет следующая прививка. Сейчас мы поедем домой. Доктор сказала, днем можно гулять, вечером лучше нет. Дома находиться. И сегодня купать его я не буду. Надеюсь, что температура у нас не поднимется. Но буду сообщать, что у нас завтра после прививки. Пока. В общем, все нормально. Мы поехали домой спать. У нас дневной сон. Так, котенок, поехали. Привет, моя кроечка. Проснулся. После дневного сна все вроде хорошо. Да, котенок? Все нормально у тебя? Мне кажется, что все хорошо. Проспал ребенок 2 часа. По времени мы, кстати, ехали с поликлиники как раз к его сну. Даже за 20 минут. И в 11.40 он уже вырубался. То есть в машине он уже засыпал. Я его еле-еле дотянула до дома. В общем, он спокойненько себе уснул. 2 часа проспал. Сейчас 2.10. И, в общем, чувствует себя. Ребенок прекрасно. Будем есть. И остальную часть дня мы проведем дома. Дени, да. Так, я вам хочу сказать, что большая проблема на сегодняшний день у Рэма не прививка. И температура возможная от прививки. Это моя сестра Маша, которая только что стояла у него над душой и пела, как она сама выразилась, а капелла. Что ты там пела? О, ридарьон. Французская печь. Французская печь. Ну, вы поняли. В общем, я думаю, что у ребенка температура поднимется вот от этого рэпера придурочного. Обращайтесь. Короче, она кейтерингом занимается, если что. И подрабатывает томодой. И поет французские песни о капелла. Если кому надо на, там, не знаю, день рождения или банкет, ну вот. Звоните. Звоните. Номер внизу в описании. В описании этого ролика будет телефон. Седьмой час. У котеночка немного поднялась температура. 37 градусов. Он очень-очень сильно плакал. Успокаивается только, если я лежу рядышком с ним. Сейчас я включила ему мультики, чтобы он хотя бы немножечко-немножечко успокоился. И чувствовал себя получше. Но, в принципе, успокаивается только, если я рядом лежу вместе с ним. Ближе ко времени сна к 7 часам мы поедим. Кефирчик вечерний. И будем укладываться потихонечку. Ночью, понятное дело, я буду мониторить, чтобы температура не поднималась выше 38,5. Тогда жары понижающие. Ну, в общем, рядом с котеночком пытаюсь сделать так, чтобы он чувствовал себя получше. Завтра доложу, как у нас прошла ночь и как он себя чувствует. Подруге, привет! Привет! Следующее утро после прививки у нас завтрак. Судя по аппетиту и доброму настроению ребенка, я делаю вот, что у него все сегодня хорошо. Спал он в целом очень-очень неспокойно. Вчера уснул он вовремя, но засыпал он, конечно же, не так, как обычно. Поскольку чувствовал себя совсем нехорошо, поэтому мне приходилось, во-первых, его держать на руках. То есть он, в принципе, уснул у меня на груди. Что, как вы знаете, для моего ребенка очень редкий случай. Полчасика я его так держала, понятное дело, в нашей темной комнате с черепашкой, с белым шумом. И это, на самом деле, единственное, что помогло ему уснуть. Настолько плохо он себя чувствовал, что плакал он очень-очень горько. Вот прям кричал. Знаете, когда ребенок орет, и ты пытаешься дать ему соску. И эту соску ему не дать, поскольку рот настолько широко открыт, что он ее вообще не видит, не слышит. И он просто кричит. Но как только я выключила свет, черепашка, значит, все наше привычное из ритуала ухода на ночной сон, то все, он буквально за секунд 10 просто вырубился. То есть я на груди чувствую, что ребенок уже спит. Ну, когда перекладывала в кроватку, он немного проснулся, заплакал, но тут же уснул. В принципе, всю ночь он спал достаточно неспокойно, хотя спал. Он проснулся в 3 часа утра, подгузник у него был полный до края, и пришлось его поменять. Ну, и где-то, наверное, полчасика заняло, чтобы ребенок обратно ушел спать. Зато утром сегодня мы проспали практически, наверное, до полдесятого. И вот мы сейчас сели позавтракать. Вчера мы не выходили уже на улицу, мы не купались и проводили день дома. Ну, в принципе, как и после любой прививки полагается. Сегодня мы планируем осторожно побыть на улице сейчас утром до 12, до первого дневного сна. И буду смотреть, как ребенок будет себя чувствовать в течение дня. Так, мы с котенком вышли погулять. Смотрите, какая красота! Ай, я не могу! Розы все практически распустились, но многие уже отсвели. Но есть еще новенькие, свеженькие, которые будут появляться. Вот здесь бутончики еще. И вот такая красота у нас тут цветет. Так, дружки мои уже на месте. Каждый в своей позиции. Ребенка одела чуть потеплее, как пришлось. Просто потому что небо у нас затягивают какие-то тучки. Но на улице тепло. Тем не менее, пока нет солнышка, я ребенка одела чуть потеплее. После прививки мы так осторожничаем. Доктор, кстати, мне вчера сказала убрать ходунок нафиг. Она говорит, ну ты представь сама, зачем твоему ребенку напрягаться, учиться ходить, если у него есть удобный ходунок. Он его тут схватил и погнал. И бегает себе спокойно по территории. И без себе не знает, зачем ему напрягаться. Все удобно, все быстро. А вот когда у ребенка ходунка нет, то у него есть стимул встать. Волзать все время на коленках неудобно. В конце концов, на самом деле, и даже иногда больно. Поэтому у ребенка будет стимул быстрее подсобраться и начать ходить. В результате наш ходунок спрятан в шкафу. Самолетики летают, господи, самолетики. У нас есть самолеты. Граница открыта. Ну, по крайней мере, хоть какие-то. Самолетик, привет. Мы тоже хотим к тебе. Небо сегодня, конечно, какая-то фантастика. Очень красивая. Ты такой хитренький. Я прям вижу твой взгляд. Нет. Давай вставай. Оп-оп-оп. Давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Давай. Топ-топ. 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 Ну. Топ-топ. Давай, иди к маме. Топ-топ. Ну, иди к маме. Ну, иди ко мне. Давай. Топ-топ. Топ-топ. Или к ведру своему пойдешь. Так не честно. Вот можно было бы играться в саду, на лужайке, с игрушечками. Нет, он полезет обязательно на канализационную яму. Это, кстати, вот эта яма. Где шланг, где грязь, ведро собаки. Вот это тебе прям вот то, что тебе надо, правильно я понимаю, котенок? Ну и дай бабушкины цветы. Скажи, кому они знались, да, красивые, не поломанные? И вот так, туда-обратно, туда-обратно. В принципе, я здесь понимаю, что нам не особо-то игрушки нужны, потому что у ребенка есть развлечение. Да? Канализация, шланг и грязь. Нашу старенькую скамеечку человек успешно сломал. Чего и, в принципе, следовало ожидать. А сейчас он вернулся ее добить. Также мы с доктором, конечно же, обсудили развитие малыша с точки зрения еды и с точки зрения того, как он ведет себя на улице. Когда попадает в естественную среду и когда у него есть возможность вот так вот сидеть на земле, играть с камешками, мазаться, пачкаться. В общем, делать все, что мамы так сильно не любят. Вердикт был позволять ребенку делать все, что он вот сейчас делает. И также это, конечно же, касается еды. То, что многие мамочки называют просто свинячеством и жуткой картиной, от которой трясется глаз, для ребенка на самом деле очень и очень полезный процесс. Поскольку во время его свинячества или вот такой вот игры на земле с камнями, с грязью, ребенок развивается лучше. У него есть возможность развивать его мелкую моторику, его восприятие, его взаимодействие с окружающей средой, его координацию, его логическое мышление, его речевой аппарат. И в том числе такая свобода ребенку поможет быстрее научиться ходить. И уже не говоря о том, что когда ребенок имеет полную свободу изучать этот мир, стремиться к тому, что ему интересно, он будет понимать, что его инициатива и его активное действие, оно не наказуемо. То есть когда родители постоянно отдергивают ребенка, постоянно ему запрещают что-то делать, понятное дело, потому что одежда будет грязная, потому что особенно живя в городе, ты не оберешься все это стирать, естественно. Но, тем не менее, для развития ребенка намного-намного лучше, когда его не отдергивают и когда ему не запрещают. И уже когда вырастет, он сам по себе будет понимать, что он может проявлять инициативу, он может быть смелый, он может принимать решения, он может начинать в своей жизни что-то новое. Особенно в тех случаях, когда перед человеком возникает ситуация, когда кардинально нужно поменять свою жизнь. И здесь ему уж точно понадобится смелость, вся возможная на свете инициатива и принятие очень сложных решений. Именно поэтому я своему ребенку позволяю изучать этот мир, так, как он считает нужным. Особенно пока мы здесь находимся в Риге, у нас есть возможность играться в своем саду и не так сильно волноваться по поводу стирки одежды, гигиены, чистоты, ну, в общем, всех тех аспектов, которые настолько важны, находясь в городе. Так что здесь ребенок в полной свободе, конечно же, учитывая все меры безопасности и предосторожности. Ну, а что касается свинячества за обеденным столом, доктор меня успокоила, что это от них не означает, что ребенок будет так же свинячиться, когда он вырастет. С манерами и воспитанием это вообще не связано, поэтому смело могу позволять ребенку есть в этом возрасте так, как он может. И, имея такую свободу, он быстрее научится есть аккуратно. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ